МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Три желания. Кулинарный шедевр, кулинарный шедевр, кулинарный шедевр. Только свежие, натуральные и качественные продукты. Такая качественная и натуральная. Все простое и вкусно. Все простое и вкусно. Вкусно и просто. Просто и вкусно. Просто. Действительно вкусно. Ну, мы снимаем, нет? Я готов. Кетчуп три желания. Встречайте в новой упаковке. Привет, дорогие друзья. Рад вас приветствовать на телеканале «Магия кухни». Меня зовут Артем Евдокимов. А это значит, что сегодня будет вкусно, весело и очень-очень интересно. И сегодня у меня здесь в гостях очаровательная Ева Бехер. Привет! Здрасте. Привет. Здрасте. Я очень рад вас видеть. Как в одном человеке помещается столько всего, остается загадкой. Прекрасная мама троих детей, талантливая певица и автор песен, журналист, художник по костюмам, ведущая актриса, сценарист, продюсер – все эти таланты умещаются в обаятельной Еви Бехер. На сцене зажигает так, что дух захватывает. Волна позитива ощущается физически. Руководитель и продюсер популярного проекта «Драйв Кабаре. Кино и немцы». Имеют немецкие, русские и голландские корни. Окончила факультет журналистики «Каргу» и «Карпи». В юности работала моделью. В прошлом – ведущая, радио и телепрограмм, главный редактор журнала «Афиша». В 2002-2007 годах – солистка и автор песен группы «Города». Участница многих музыкальных проектов и конкурсов. Ева – творческий, разносторонний, увлеченный делом развития искусства и культуры человек. Активный участник городских и республиканских имиджевых мероприятий. Пользуется неоспоримым авторитетом. При ее участии осуществлялись такие проекты, как «Голос Казахстана», «Голос Казахстана. Дети» и «Х-фактор». Помимо этого, Ева любит театр, хорошо знакома с современной классической отечественной и зарубежной драматургией. В настоящее время Ева является директором республиканского немецкого драматического театра. Очень рад вас приветствовать здесь. Я знаю, что у вас очень плотный график. Большое вам спасибо, что вы выделили буквально 10-15 минут для того, чтобы поприсутствовать и пообщаться со мной здесь на кухне. Артем, я не могла отказаться, потому что я очень люблю есть. Очень любите есть. Вы, кстати, знаете, многие звезды приходят к нам сюда для того, чтобы попробовать. Но для того, чтобы что-то поесть, нам нужно сначала приготовить. Ева, как часто готовите? Изредка. Изредка. Скажу честно, признаюсь, да. Но, правда, некогда. Ну, да, я понимаю, вы человек творческий. Вы сейчас нам расскажете про свои новые проекты, про то, чем вы занимаетесь. И я бы хотел, чтобы вы начали нашу передачу, чтобы вы рассказали про самое ваше любимое блюдо. Что это? Самое мое любимое блюдо – это мясо. В любом виде, то есть все, что с мясом. Все, что с мясом вы любите. Я не в тренде. Мы сегодня готовим не мясо, сегодня мы готовим крылья. Это тоже мясо почти. Готовим в таком томатном соусе, похожем на барбекю, но все-таки он немножечко будет отличаться. Я уже заранее поставил нагревать у нас такой импровизированный фритюр. Здесь у меня масло. Кстати, масло у меня здесь шедевр, вы увидите, что пены никакой не будет. Обрызгать будет? Обрызгать будет, но я постараюсь так, чтобы я вас защищу. Не в глаза. Я вас защищу. Хорошо. Ну что ж, что вам понадобится для того, чтобы приготовить это блюдо? Во-первых, сегодня вы резать не будете. Почему? Вы сегодня будете замешивать соус. А так было бы. Вы сегодня, можете пока просто порезать что-нибудь, но сюда вы подготавливаете соус. Для соуса я подготовил сливочное масло, уже заранее немножко растопил. Подготовил соус. Это ворчестер соус, востерширский. Соус это соевый. И томатный, вот он, кетчуп. Мы будем пользоваться соусами «Три желания», потому что в соусе «Три желания» компании «Евразиан Фуд Корпорейшн» собрано все натуральное, все вкусное и все самое полезное. Большое вам спасибо, Евразиан Фуд Корпорейшн. Вот как. Спасибо. Спасибо, да. Спасибо. Ева, ну давайте, мы с вами уже приступаем. Смотрите, что нужно сделать для того, чтобы наш соус получился очень вкусным? Ну, во-первых, хорошее настроение вы с собой взяли, вы отлично, вы в позитиве. Я его не оставляю. Это круто, это хорошо, это круто. Смотрите, я займусь крыльями, вы занимаетесь соусом. Сюда выливаете полностью все сливочное масло. Вот это желтенькое. Да. Да, выливаете сливочное масло, высыпаете половинку, половинку вот этого, это чесночок молотый, сушеный. Возьмите ложечку, вот я думаю, пол столовой ложки будет достаточно. Хорошо, что я не ведьма, да, а то бы мне сейчас... А то бы, знаете, вот такая как-то лягушачью лапку похожая. Да. Прямо вот ведьмин, а то хватит, хватит, хватит. Хватит? Да. Теперь томатный соус вот этот выливаете весь полностью сюда. Ева, расскажите, пожалуйста, про свои проекты. Что новое у нас наши телезрители будут весить? А сколько томатного соуса? Весить. А, полностью? Да, весь. Расскажите, пожалуйста, что нового наши телезрители увидят в этом году на наших отечественных телеканалах? Я не знаю. Так, а вы, ага, телевизионных проектов пока у вас нет. Я сейчас выпала из этого телевизионного прекрасного сообщества. Вот, да, я, конечно, с удовольствием бы рассказала о том, что было раньше. Это голос Казахстана, и голос Казахстана «Дети». Это было так прекрасно, везде такое творчество. И «Х-фактор», и все это было в моей жизни. Но сейчас так странно, но я сейчас служу. Вы сейчас служите. Кому вы сейчас служите? Государству. Вы сейчас служите государству. Ну, искусству, на самом деле, да, театру. Потому что меня назначили руководителем республиканского, немецкого, академического, драматического театра. Вот. И это прям новое в моей жизни, честно. То есть вы сейчас, как культурный работник, занимаетесь тем, что продвигаете в массы немецкую культуру через театр, да? Какие новые постановки? Вообще расскажите про постановки в целом. Ой, вы знаете, в этом году в немецком театре была премьера, то есть это спектакль еще... Это вам, да, нужно чуть перемешать. Пока вы будете замешивать, я добавлю немножко соевого соуса. Режиссер Наташа Дубс поставила прекрасный, я считаю, спектакль Андорра. Я рекомендую всем. Добавлю. Всем абсолютно рекомендую посетить немецкий театр, который сейчас, кстати, с этого сезона переехал, наконец-то обрел свое здание, уже не скитается по чужим площадкам. И сейчас он находится на Папане на 70 дроп 1, просто если кто-то не знал, театр переехал, да. И я рекомендую до закрытия сезона попасть всем хотя бы на любой спектакль, на финальный хор или на Андорру. Ну, Андорру прямо рекомендую. И я хочу сказать, что новый сезон, который не за горами, 39-й сезон театральный, откроется премьерой. Что за премьера будет? У нас приезжает этот спектакль Регентруда, а ставить этот спектакль будет целая команда иностранных специалистов и культовый немецкий режиссер. Телеван Хеккера и очень много приедет интересных творческих людей из Германии, Исландии, Америки. Вау, это круто. Я думаю, что это будет, да, это будет что-то, это будет театральная премьера с вауэффектом. Но вот пока сезон не закончился, я все-таки всем рекомендую прийти на Андорру. Смотрите, Ева, пока вы сейчас рассказывали про немецкий театр, кстати, дорогие друзья, я думаю, вы внимательно слушали адрес. Я подсолил куриные крылышки в муку и отправляю в большое количество жира. Я забыла, что мы здесь смешали. Мы смешали с вами сливочное масло, мы смешали здесь ворчестер соус, соевый соус, добавили туда немножечко томатного соуса. Получился у нас такой уже почти готовый соус барбекю. Запаха, конечно, барбекю там нет, он должен пахнуть очень вкусно. Он пахнет вкусно. Он должен такой, знаете, кисленький. А можно я один раз это сделаю? Да, аккуратно, посмотрите, держите. А, в смысле, я могу обжечься? Да, очень-очень аккуратно. Вот, держите, может, еще раз. Давайте еще раз. Держите. Это приятно. Мы панируем наши куриные крылышки в муке для того, чтобы они обрели хрустящую корочку. Фритюр у нас разогрет. Хрустящую корочку. Вот, видите как. Может быть, вы что-нибудь споете для нас? Ой, ну не знаю, я прямо даже. Когда к нам приходят сюда певцы, они для нас очень часто поют свои хиты, хиты зарубежные. Давайте какой-нибудь хит. Я думаю, что наши телезрители очень внимательно сейчас будут смотреть телевизор. Сделайте его сейчас очень внимательно смотреть телевизор. Можно что-нибудь древнее? Можно что-нибудь древнее? Сейчас Ева Бехер исполнит для нас что-нибудь древнее на древнем арамейском языке, да? На очень древнем языке. Но мы все во внимании. Самое смешное, что ничего не приходит в голову, кроме... И улыбка, без сомнения, вдруг коснется... Артем? Ваших глаз и хорошее настроение не покинет больше вас. Вот, видите? А приятно, да? Я, конечно, 12 лет не пою, но все же. Вы уже замешали, замесили, перемешали наш соус. Я хочу его попробовать. Главное, чтобы не помешало. Держите, да? Ни в коем случае. Вы нам не мешаете, вы нам только помогаете. Давайте вместе. Он должен быть такой, знаете, кисло-резкий. Вот как раз вы тогда глотаете, чувствуете резкость вот такая. Это дает соус ворчистер. Горчички, может? Горчички, наверное, нет. А вот ворчистера мы чуть-чуть еще добавим. Дорогие друзья, наши крылья варятся в большом количестве жира, то есть во фритюре. Готовиться они будут 5-7 минут. Для того, чтобы проверить, готовы они или нет, достаточно взять самое большое крыло, сделать надрез. Если побежит кровяной сок, значит, еще полторы-две минутки нужно будет подержать во фритюре. Ребята, у нас идет процесс приготовления куриных крылышек. Соус мы уже закончили. Соуса у нас получилось достаточно много. Куриные крылышки у нас варятся. А, Ева, вы нам пока расскажите, пожалуйста, про ваши кулинарные пристрастия. Кроме мяса, что еще? Какую кухню вы любите? Может быть, есть какие-то определенные рестораны или кухни народов мира какие-то определенные? Что вы любите больше всего? Ну, хорошо. Я разделяю сейчас любовь своих детей к японской кухне. Ну, к такой популярной японской кухне, адаптированной. И всевозможные роллы, суши, мисо-супчики, вот это вот. Все это вы любите? Да, это прямо на первом месте. На втором месте китайская кухня, тоже, конечно, адаптированная. Ну, вот это вот то, что у нас продают, не в Китае. Вот. И на третьем месте, безусловно, немецкая кухня. Безусловно, немецкая кухня. Безусловно, немецкая кухня, как без нее. Что вы умеете готовить из немецкой кухни? И что чаще всего вы готовите? Наверное, готовить вы умеете много. Я... Какой-нибудь штрудель, да? Штрудель, конечно. Да, айсбайн медзавркраут, это свиная ножка и кавашная капуста, уже потом тушеная. Вау, я тоже люблю. Я уже тоже люблю. Это все всякие рульки, да. Конечно, там жарить колбаски, что-то еще. Потом штрудель, вы знаете, что такое штрудель, да? Не яблочный штрудель, не яблочный. Штрудель, да, я знаю, что такое штрудель. Да, это тушеное тесто с овощами, да? Это... Ну, тесто с овощами. Вареное, скажем так. Ну, вареное, хорошо. Ну, да. С мясом. Да. С мясом. С мясом. Я люблю тоже с мясом. Первое, что там должно быть, это мясо. Это мясо, тесто. Мясо, овощи, да, тесто. Ну, я люблю импровизировать, конечно же, на кухне. То есть есть традиционные блюда, но очень часто так бывает, что ты берешь ингредиенты, которые есть вот здесь и сейчас, и изобретаешь рецепты. Поэтому редко, редко что-то повторяется. Очень мало времени для того, чтобы проводить его на кухне у меня, к сожалению. Но когда я добираюсь, я стараюсь импровизировать. Три желания. Кулинарный шедевр, кулинарный шедевр, кулинарный шедевр. Только свежие, натуральные и качественные продукты. Такая качественная и натуральная. Все просто и вкусно. Все просто и вкусно. Вкусно и просто. Просто и вкусно. Просто. Действительно вкусно. Ну, мы снимаем, нет? Я готов. Кетчуп «Три желания». Встречайте в новой упаковке. Смотрите, Ева, пока мы с вами разговариваем. Наши ножки уже, ой, наши куриные крылышки уже должны быть готовы. Я специально подготовил салфеточку. И как я говорил, для того, чтобы проверить, готовы или нет, достаточно сделать просто надрез. Смотрите, у нас ничего не бежит, поэтому я отключаю фритюр импровизированный, выкладываю наши куриные крылышки для начала, чтобы убрать лишний жир на салфеточку. Лишний жир, он никому не нужен, да? Да, лишний жир он никому не нужен. Даже нам, да? Даже нам. Почему-то не получается, да, от него избавиться. Да получается. Это не лишний, это запасной. Запасной, хорошо. Выкладываю вот сюда. У меня есть запасной вес. Запасной вес. На всякий случай, знаете, я думаю, на всякий случай, на запас нам нужно что-то откладывать. Теперь, что мы делаем дальше, дорогие друзья? У нас есть обжаренные куриные крылышки, очень такого красивого цвета. Мы достаем... Из широких штанин. Да, записку о том, что я гражданин. И выкладываем вот сюда. Выкладывайте, держите. Я это должна... Да, выкладываем вот сюда. Вот зачем вы меня позвали, да. Ну, вы знаете, для того, чтобы как-то кто не работает, тот ест. Это не про нашу передачу. Выкладываем. Все, не торопите меня, пожалуйста. Я все очень аккуратно. Я чувствую рядом с профессионалом себя такой, около дурой. Около... Подождите. Вы можете около дуры чувствовать себя около дурой. А если вы около профессионала, вы можете... Нет, около профессионала такая, полудур. Смотрите, мы сюда добавили соус. И теперь это все перемешиваем. Вот такие у них грязные должны получиться. Вот оно что. Держите, перемешивайте. Слушайте, выглядит... Скажу честно, выглядит кроваво. Кроваво-грязно, знаете. Кровавые крылья. Их очень неудобно есть, но они должны получиться очень-очень вкусными. Вдохновляют, скажу я. Хотел другое слово сказать, но... Так, посмотрите, какая красота. Сейчас мы на тарелочке... Не для кухни, слово. Вы знаете, самое главное, что мы используем натуральные продукты и соусы фирмы «Три желания». Евразия Фуд Корпорейши постарались для нас. Я, кстати, всегда слышу фирмы «Три желания». Я знаю, что... Они постарались для нас, подготовили. Подготовили. Даже тарелочку для нас они подготовили. А что теперь? А теперь пришло время красоты. Подождите. Можно я? Держите. Нет? Нельзя, да? Нужно, чтобы вы выложили красиво. А, да, все-таки я... Да. Вы знаете, я никогда этого не делала дома. То есть я, во-первых, ничего не делала во фритюре, но как-то не доводилось. И вот этот состав соуса, да, для меня он новый. Посмотрите, какая красота. А сейчас эту голубятню мы будем есть, да? Подождите, стойте. Для того, чтобы есть эту красивую голубятню, нам понадобится оформление. Компания «Грин Эко». А это еще не оформлено? Подождите, еще же красоту. Везде нужно добавлять немножко нотки. Такое, знаете, здорового питания. Это что? Как будто... Это базилик. Это базилик. Держите, прям вот можете в середину. А базилик разве не фиолетовый? Базилик разве не фиолетовый? Ну, знаете, если у нас... По запаху базилик под цветом? Да, фиолетовый – это райхон, азиатский базилик. А, вот. Это классический, да, европейский базилик. Выкладывайте кростину. Выкладываем классический. Прямо в серединку. Вот. Так? Вау! Я смогла. У вас все получилось лучше даже, чем у меня. Ребят, если бы не Ева, у меня бы так не получилось. Ева сделала практически все сама. Я только посолил крылья, поделил их на две части, на плечо и предплечье, закинул во фритюр, и все. Соус, оформление, и все это сделано руками. Ручищами. Ручищами. Большое вам спасибо. Давайте пробовать. Вы готовы? У нас есть вилочка, у нас есть ножичек. Без рук? Вот так? Да. Ну, не знаю. Я буду держать, а вы тогда пробуйте. Шучу. Давайте, знаете как, ну… А вот курица уже принята есть руками. Ну, вот я и хотел сказать. Ну, вот она в соусе. Вы знаете, мы с вами в обществе. Да. Ну, давайте, так уж и быть. Правда? Очень горячо. Будьте осторожны. Все. Слушайте. А мы не чокнулись. Дынц. Немножечко кисловато, но в целом, в целом очень вкусно. Слушайте. Это похоже на курицу в соусе. Серьезно? Угу. Очень странно. Подписывайся. Нажаривайся. Голубь. Голубь похож на… У-у-у. Голубь похож на курицу в соусе. Очень вкусно. На самом деле, мука дала вот эту хрустящую корочку, которую мы с вами чувствуем. И это блюдо нужно есть горячим. Только что приготовленным. Очень вкусное блюдо, хрустящий вкус фритюра. Такое достаточно сочное мясо, не сухое. И пикантный соус. Мне очень понравилось. Куриные крылья в соусе барбекю. Заранее подготовить фритюр и растопить сливочное масло. Крылья порезать на три части. Приготовить соус. Смешать растопленное сливочное масло, половину столовой ложки сушеного чеснока, томатный кетчуп, немного соевого и вустер-ширского соусов. И все это перемешать. Крылья подсолить, панировать в муке и отправить обжариваться во фритюр на 5-7 минут. Выложить готовые крылья на бумажную салфетку, убрав таким образом лишнее масло. Переложить крылья в чашку и смешать их с соусом. Выложить на тарелку, украсив базиликом. Приятного аппетита! Ребят, вам большое спасибо, что вы сегодня провели эти буквально 15-20 минут в душевной компании Артема Евдокимова и Евы Бехер. До скорых встреч, друзья! Мы очень рады были видеть вас. Приходите к нам еще. Пока-пока-пока. Есть что? Здесь все есть, что я люблю. Здесь есть хорошее настроение, есть вкусная еда, есть общение приятное и есть камеры. Вашему телеканалу не прекращающейся магии. Редактор субтитров А.Семкин